Добрый день, уважаемые любители шитья! Меня зовут Тимофеев Александр. Я потомственный портной в четвертом поколении. 12 лет я проводил курсы кройки и шитья в учебном отелье. И вот скоро, уже как 4 года, я обучаю всех желающих научиться крою и шитью в интернете, с помощью интернета. Обучаю я их с помощью вот таких вот видеороликов, один из которых я и готов вам сегодня предложить. Он посвящен крою, моделированию и пошиву вот такой вот чудесной юбки. Мы с вами будем поэтапно проходить данное обучение за три занятия. Каждое занятие длится по 40 минут. Это значит, что вы можете за три дня, уделив вечером 40 минут шитью, сшить вот такую вот чудесную юбку. Почему я говорю 40 минут? Потому что я шью быстрее. Я же вам объясняю и шью одновременно. А если бы я не объяснял, то я бы быстрее шил. А так как вы начинающий портной, вы будете шить медленнее, чем я, поэтому за 40 минут вполне управитесь. Итак, приступаем к занятию. Для пошива юбки, которую вы видели, нам потребуются следующие ткани и принадлежности. Вот. Основная ткань. Вот я ее взял такого вот типа. Вот. Это джинсовая ткань, которая немного растягивается, как стретчевая. Но вы можете взять и деним, и джинсовую, какую вам понравится, какая вам понравится в магазине. Сколько нужно для данной модели? Для данной модели вы должны купить длину юбки плюс 15-20 сантиметров. Это учитывая, если в магазине вам отрежут ровно. И края ткани будут, ну, поперек, не будут вот лохматыми. Ну, чтобы вы много потом ткани не вырезали для того, чтобы ее выровнять. Тогда вам хватит. Длина юбки плюс 15-20 сантиметров. Вот. А по ширине они метров сорок-полтора, почти все. Теперь дальше, что вам потребуется. Клеевая прокладка флизелин. Тоненький нужно взять, который вот как салфеточка. Самый тоненький. Вот такой вот клеевой флизелин. Затем вам потребуется простая обыкновенная молния. Не потайная, не джинсовая, там вот такими железными зубчиками. Обыкновенная молния, которая раньше использовалась еще в СССР бывшем. Теперь, ну, вот такие вот еще потребуются декоративные шнуры или ленты. Вот. Обыкновенный шнур, он продается в магазинах для рукоделия, в магазинах фурнитуры. Ну, я взял вот по 3 метра. Он стоит 10-15 рублей метр. Взял вот черный и взял вот такой вот с серебряной такой вставкой. Потом посмотрю, какой мне лучше. Вместе посмотрим и сделаем. И следующее, что потребуется, ну, вот такие вот заклепочки, чтобы данный шнурок продеть. Тоже продается в магазинах рукоделия, вот, в швейных магазинах. Вот. Ну, они бывают вот такого вот цвета и такого цвета. Вот, обычно. Ну, чтобы их установить, вы должны один раз приобрести, и у вас же постоянно будет вот такой вот дырокол. Он стоит 400-500 рублей. Ну, это вот средняя цена. Наверное, есть дешевле, есть дороже. Я вот первый попавшийся взял в не очень дорогом магазине, вот в магазине, где средние цены, за 400, по-моему, рублей. И такой вот приборчик, который устанавливает данные вот эти вот заклепочки. Вот такой вот приборчик. Тоже он продается. Вы можете его купить в магазинах рукоделия. Вам подскажут продавцы, консультанты. Ну, и уже для того, чтобы сделать с вами выкройку и смоделировать ее, нам потребуется бумага. Я вот взял обои, как раз они вот детской тематики, под тему нашей юбки. Вот остались после ремонта. Вы можете взять ватман, миллиметровку, кальку, любую бумагу, которая у вас есть. Газету можно старую взять. Ну, и уже тогда вот еще что необходимо именно для данной юбки. Вот такие нитки. Они специально называются нитки для выполнения вот джинс, для отстрочки джинсовых изделий. Продавцы знают и прямо на упаковке это написано. Вот. Данная нитка, она толще, чем обыкновенная нитка и вы не перепутаете. Вот. Вот таких вот цветов. Ну, чтобы они как бы смотрелись красиво на вашей ткани. Я же не знаю, какая у вас будет ткань. И уже вот такие вот тоже разнообразные штучки. Вот. Они крепятся на концы вот этого вот шнура. Тоже вот я не могу сказать, берите именно этот. Каждый раз я прихожу в магазин, там разные бывают. Бывают они вот такие, бывают вот такие вот. Ну, вы посмотрите потом, когда мы будем уже данную юбку шить, как их крепить. Вот. Я вот набрал различного цвета, различного вида. Вот такие вот штучки. Ну, конечно же, нитки. Нитки. Для того, чтобы уже основную юбку шить, вот четыре катушки. Три для верлока, одна для швейной машины. Вот. Ну, ножницы для бумаги, для ткани. Сантиметровая лента, чтобы мерки снять. Вот. Ну, маркеры, чтобы когда вы будете на ватмане или на обоях выкройку строить и моделировать, чтобы было хорошо видно. Также вам потребуется скотч, чтобы при моделировании детали юбки заклеивать. Вот. Выточки там разные. Затем калькулятор, чтобы расчеты произвести. Мел, чтобы на ткани уже рисовать. Линеечка. Тоже потребуется для изготовления выкройки. Ну и нитки для наметки. И вот как раз вам полезный совет. Если у вас нет игольницы, я обычно вот так делаю. Беру вот такую бобину, большую катушку ниток. У меня белая для белых, белая для темных тканей. Черная катушка для белых светлых тканей. Ну, чтобы мне на нитку наметки было видно. И вот наверх втыкаю вот эти булавки, иголки. Все, что мне необходимо для шитья. И не надо вот лишний предмет, чтобы его использовать как игольница. Вот вам два в одном. Ну, все. Теперь мы приступаем к снятию мерок. Потом произведем расчеты. Будем с выкройку делать, кроить, шить. И будет очень интересно. Приступаем. Для построения выкройки нам необходимо снять мерки. Первая мерка это обхват талии. Ну, вот здесь вот измеряется, как обычно она. Вот я измеряю 60 сантиметров. И запишем. 60. Вот обхват талии. 60. Следующая мерка обхват бедер. Измеряется она. Это самое узкое место измеряется. А здесь самое объемное. Вот. Измеряем. 78. Вот у меня получилось 78. Видите, когда я измеряю, у меня сантиметровая лента вот прям по фигуре идет. Она не натягивается, не держится вот так свободно, что она падает. Просто вот так вот беру и вот прям по фигуре. Ну и, конечно, нужно строго горизонтально вот, чтобы было прям вот как по струночке. Ну, можно вот так еще проверить, что вот она проходит, да, чтобы правильно измерили. И теперь записываем. 78. Это обхват бедер. 78 сантиметров. И еще нам нужны мерки. Называется высота бедер. Но здесь высоту бедер сложно определить. И если вы тоже будете измерять, и вы вот не знаете, как ее определить, то на детскую фигуру обычно 15 я делаю. На взрослые 18-20. А если тут конкретно выпирает бугорок, то вот до самой выпирающей точки, да. Ну вот мы сделаем 15. Вот на этом уровне у нас будет высота бедер, да. Можно записать, можно не записывать. Вот высота бедер 15. Вот. Сантиметр. Вот я подбину, чтобы вам было видно. И еще окончательная уже заключительная мерка. Длина юбки. Уже по желанию. Ну, давайте мы с вами сделаем вот 40, да. 40 сантиметров. Вот такая длина будет достаточно. Наша юбка будет вот начинаться прям от талии. Или на 2-3 сантиметра ниже талии. Вот мы когда будем выкройку с вами делать, мы немного талию опустим. Ну, давайте опустим на 2-3 сантиметра ниже. Вот почему я вам так говорю? Нету таких строгих правил. Делайте точно на талии, а то там что-то будет такое ужасное. Вы должны клиенту или тому, кому вы шьете, там родственнику, спросить у него, ты хочешь юбку на талии или ниже талии. Вы должны беседовать с клиентом, ну, с человеком, которому вы шьете. Не нужно вот делать все по вот каким-то правилам, каким-то вот строгим, что... Сами вы создаете, вы создатель модели. Поэтому мы с вами построим, а потом чуть-чуть опустим. Так будет, я думаю, лучше, чем на... Ну, сейчас на талии не очень любят носить. Я сужу по практике. Вот, поэтому мы приступаем к созданию выкройки. Сначала мы расчеты сейчас произведем на доске, а затем я рекомендую новичкам на бумаге сначала построить. Не из-за того, что я хочу ваше время отнять. Просто вам так удобней. А потом с опытом вы сможете прям сразу на ткани кроить. Сейчас мы с вами рассчитаем наши мерки. Теперь мы должны с вами произвести расчеты с меркой обхват талии и обхват бедер. Здесь мы еще не дописали мерку длина юбки. Вот, ну, длина юбки 40. Вот. Берем мерку обхват талии 60 сантиметров. Делим на 4. Вот. Получается 15. Затем 15 плюс 1. Вот. 16. Берем эту же величину 15 и минусуем 1. Будет 14. Вот. Вы возьмете свою величину. Вот здесь. Если будет 64, будет 16. 16 плюс 1. 16 минус 1. Вот. Это все делается элементарно. Это мы с вами сделали обхват талии. И смотрите, вот 16 сантиметров это передняя половинка юбки. Передняя половинка юбки. А 14 сантиметров это задняя половинка юбки. Задняя половинка юбки. Вот. Передняя. З задняя. Теперь берем следующую мерку, обхват бедер Проделываем эти же самые действия 78 разделить на 4 будет 19,5 Вот мы калькулятор для этого с вами брали, чтобы делить 19,5 Опять прибавляем 1 к этой величине Будет 20,5 И опять, вот обратите внимание, здесь делают ошибку многие Не 20,5 надо взять, а опять 19,5 И вот этой величины нужно 1 отнять, получится 18,5 Вот И опять пишем, что 20,5 это передняя половинка юбки А 18,5 это задняя половинка юбки получится у нас Вот Здесь получилось на 2 см разница 16,14 и 20,5, 18,5 Зачем это делается? Чтобы переварить боковой шов С передней части туловища на заднюю часть туловища Поэтому Вот я эти мерки все вот так делю Мы с вами делаем юбку на такие мерки детские Поэтому По одному сантиметру Для взрослых здесь нужно другие Вот 2 см Все, приступаем к построению выкройки Вот по этим вот меркам По этим расчетам Будем кроить сразу на закройчном столе На вот этих вот обоях построим с вами выкройку Приступаем Сейчас мы с вами построим наши выкройки Я взял вот такой вот лист бумаги И вот Вот этот верхний край бумаги Мы с вами обозначим как линия талии Вот Здесь вот с этого края бумаги Мы можем начать кроить или переднюю половинку брюк Или заднюю Давайте начнем с задней И напишем Что это линия Середины Спинки Ну как бы линия середины задней половинки юбки А я вот так коротко написал Следующее действие От линии талии вниз Мы должны отмерить вот эту вот мерку Высота бедер равняется 15 см Вот я беру И от линии талии вниз отмеряю 15 см Здесь 15 см здесь И рисую вот такую вот линию Которая называется линия бедер Теперь мы должны с вами отложить величины По линии бедер и по линии талии А какие А какие вот эти Мы с вами Ну да вот это верхняя Верхний расчет относится к талии А нижний к обхвату бедер Давайте сначала отложим мерку Получившуюся вот при расчете с обхватом бедер Мы разделили обхват бедер на 4 Получилось 19 с половиной Затем для того чтобы получить величину для кроя задней половинки юбки Мы от этой величины отняли 1 см Получилось 18 с половиной Вот я беру и отмеряю 18 с половиной сантиметров Ставлю точку А по линии талии нужно отмерить вот эту величину 15 минус 1 получится 14 Только к этой величине 14 сантиметров Мы еще должны прибавить полтора для выточки Будет 15 с половиной Соединяем эту точку с этой точкой Вот У нас получилась такая вот линия Теперь мы должны отмерить длину юбки 40 сантиметров Здесь 40 сантиметров Здесь Вот Это у нас длина юбки И Провести боковой шов От линии бедер вниз Параллельно середины спинки Ну мы с вами что сделаем Здесь тоже отмерим 18 с половиной Вот эту же величину И тогда у нас получится с вами ровненько Вот Это линия низа Здесь видите получилась вот такая линия Да вот А мы должны ее плавно нарисовать 6 сантиметров вниз Сюда 4 миллиметра И вот так вот соединить Тогда видите она у нас плавная и красивая Теперь насчет выточки Нужно разделить расстояние от этой точки Вот до этой линии пополам Я беру Делю 15 с половиной пополам Будет где-то 7 с половиной Вот так И здесь тоже И рисую линию Такую Вот Вниз от линии талии Нужно 7 сантиметров отмерить Вот Затем сюда Здесь полтора сантиметра Сюда 7 с половиной миллиметра И сюда 7 с половиной миллиметра Ну тогда полтора общей будет И соединить вот так Раз И два Вот Ну тут так получилось Что наложение Вот Надо было мне линии талии в другом месте написать Ну вот Такая выточка У нас с вами получилась Это боковой шов Вот БШ Ну наоборот Ладно это не так важно Все Вот мы с вами Как бы заготовочку сделали Сейчас мы вырежем После того как переднюю половинку покроем И будем изменять Тут кокетку рисовать Я расскажу где нужно расширять Пока мы Завершим На этом На этой вот операции С противоположного края Листа бумаги Наших обоев Мы приступим к крою По строению выкройки Передней половинки юбки Опять у нас наверху Будет линия талии Вот От линии талии вниз Мы отмерим с вами 15 сантиметров Это Мерка высоты бедер 15 и 15 И проведем Линию бедер Линия Бедер Вот Теперь нужно Наши величины Отмерить По линии бедер И по линии талии Вот Они у нас с вами Получились При этих расчетах Это вот Обхват бедер Мы разделили на 4 И прибавили 1 У нас получилось 20 с половиной Передняя половинка юбки Значит мы должны взять 20 с половиной Вот я беру И отмеряю От края Нашей бумаги По линии бедер А этот край Это у нас Середина Передней Половинки Вот Отмеряю наши Вот эти 20 с половиной И ставлю точку А по линии талии От середины Передней половины Я отмерю Вот эту величину Вот Обхват талии Разделить на 4 15 15 плюс 1 16 Вот я беру И отмеряю 16 Соединяю эти точки Вот Здесь такая же история Как и на спинке 6 сантиметров вниз Сюда 4 миллиметра И вот так вот Раз И Два Вот Теперь Опять 40 сантиметров От талии Вниз 40 сантиметров От талии Вниз Мы когда Мерку Длины Юбки Измеряли Мы измеряли Ее от талии До желаемой Длины Поэтому Здесь тоже От талии Отмеряем Линия Низа Теперь Нужно Параллельную Линию Провести Здесь тоже 20 с половиной И такая вот Линия Все Это боковой шок Теперь мы С вами Сейчас Вырежем И Произведем Кое-какие Изменения Опустим Линию талии На 2 с половиной Сантиметра Здесь Сделаем Кокетки И уже Затем Данные Детали Кроя Приложим На ткань И на ткани Уже здесь Прибавим С вами У нас Немножко С вами Расклешение Будет Прибавим Наше Расклешение Здесь Прибавим 12 сантиметров У нас Складочка Будет С вами Ну Это уже Все Будем делать На ткани Сейчас Давайте Я прям Вырежу Чтобы вы посмотрели По каким Линиям Я режу И имели Представление Из чего Состоят Конструкции Нашей Юбки Все Вот это Передняя Половина А это Вот Красным Маркером Мы с вами Заднюю Делали Раз И Два Вот Видите Две Такие Заготовочки У нас Получились Приступаем К моделированию Нашей Юбки Сначала Мы с вами Займемся Вот Передней Половинкой Нашей Юбки Что Нужно Сделать От линии Талии Вниз Нужно Отмерить Два С половиной Сантиметра Здесь Два С половиной Сантиметра Здесь И провести Внизу Пока Не будем Чтоб Не запутаться Теперь Берем Вот Заднюю Половинку Юбки Здесь Уже Кокетку Надо Нарисовать Теперь Нам Нужно Вот Эту Заднюю Половинку Нашей Юбки Изменить Что Мы Делаем Мы Должны Опять Линию Талии Опустить На Два С Половиной С С С С Вниз Здесь Два С Половиной И Здесь Тоже Два С Половиной Вот Я Беру И Отрезаю Вот Вам Способ Как Раз Покажу Все Отрезал Теперь Нужно Кокетку Нам С Вами Нарисовать От Этой Линии По Линии Середины Задней Половинки Нужно Отмерить 6 6 Сантиметров Вниз А вот По боковому Шву 3 3 Сантиметра И Соединить Эту точку С этой Точкой Так Вот Эти Величины Вот 6 И 3 Для Моей Модели То Что Выточка Здесь Как Почти Сюда Приехал Это Так Совпало Удачно Обычно Она Или Не Доезжает Или Переезжает Но Тут Такие Там Мизерные Величинки Что Они Не Будут Влиять На Вашу Вот То Что Я Сейчас Буду Делать А Что Я Буду Делать Сейчас Я Возьму Ножницы И Вырежу Сначала Эту Кокетку А Затем Разрежу Нашу Выточку По Вот Одной Из Вот Этой Вот Стороны Ее До Вот Этой Линии И Вот Так Вот Смотрите Соединяю Видите Раз У меня Получается Кокетка Как бы Я Эту Выточку Перевел Сюда Вот Она Кокетка Теперь Я Беру Наш Скотч Для Этого Я Вам Его И Демонстрировал И Вот Так Вот Заклеиваю Здесь Все Видите Как Получилось Здесь Понятно Что Вот Широкая Это Серединка Что То есть Длинная Линия Это Середина Короткая Это Боковой Шов Где Прогибается Талия А где Вот Так Вот Это Линия Тачивания Да И тут И по цвету Можно узнать Да Можете Поставить Здесь Один Один Установить Два Два Чтоб Не перепутать Уже Ну Все Теперь Смотрите Здесь Будет Просто Шов У нас С вами Отстрочен Специальными Такими Нитками Здесь Будет Сгиб Вот Вы на ткани Потом Посмотрите Как это Все Выглядит А Здесь Мы На 3 Сантиметра С вами Боковой Шов Расклешим Ну Все Вот Наши Три Выкройки Сейчас Мы возьмем Ткань И приступим К выкраиванию На ткани Мы Взяли Ткань Вот По длине Равную длина Юбки Плюс 15-20 Сантиметров По ширине Она Метр Пятьдесят Это Лицевая Сторона Внутри Изнаночная Вот Вы должны Сложить Изнаночной Стороной Внутрь Вот так Вот Чтобы Кромки У вас Совпали Вот Вот так Вот Складываем А затем Еще Раз Можно Сложить Пополам Вот Каждую Часть А можно Кроить Прям Вот На такой Вот Разложенной Только Кромки Нужно Будет Вырезать Я Покажу Вам Самый Такой Вот Способ Как Б Легкий Здесь Он Делается Не Учитывая Экономии Ткани Там Буквально 2-3 Сантиметра Ткань Но Для Этого Мне Придется 20 минут Вам Рассказывать Лишних Поэтому Мы Пойдем Коротким Путем Вот Вот Сложили Очень Точно По Кромкам Чтобы Совпала Наша Ткань Да И Вот Так Вот Распределили И Вот Смотрите Вот О чем Я Говорил Почему Нужно Покупать Больше Ткани Только Что У меня Абсолютно Ровные Были Вот Эти Срезы А Как Я Перевернул Их Сложил Они Вот Видите Какие У меня Стали И Теперь Я Чтобы Выровнять Эту Ткань Сантиметра Три Четыре Должен Вот Так Здесь Вырезать Поэтому Еще Если Мы С этой Стороны Посмотрим Здесь Тоже Видите Как Косо Отрезала Продавщица Поэтому Берите Всегда Чуть Больше Ткани Вот Но Я Выравнивать Не буду Чтоб Ваше Время Не Задерживать Вот Мы Начнем Выкраивать Нашу Юбку Сейчас Мы С вами Должны Расположить Переднюю Половинку Нашей Юбки Таким Образом Вот Смотрите Это Середина Передней Половинки Видите Мы Писали Здесь 12 И Стрелку Ставили Значит Мы Здесь Должны Заложить Складочку Вот Со стороны Сгиба 12 Сантиметров Шириной Я Беру Отмеряю Вот Так 12 Ну Здесь Отмеряю 12 И Провожу Линию Линию Которая Теперь У меня Как бы И будет Являться Линия Середины Передней Вот Этой Части Юбки Все Кладу Сюда Нашу Выкройку С таким Учетом Чтобы Середина Совпала С этой Линией А вот Сверху Мне нужно Оставить 1 Сантиметр На шов Да Вот Я тут Не выравнивал Но вот От этой От этого Края ткани 1 Сантиметр Нашу Все Оставляю Беру Грузики И вот так Вот фиксирую Или вы можете Булавочками Заколоть Все Теперь Здесь Мы оставим 1 Сантиметр По Боковому Шву Вот этим Боковым Швам Вы можете Оставить 1 Сантиметр Если вы Уверены Что это Ширина Уже будет Нормально 2 Сантиметра Или От 2 До 3 Сантиметров Вы можете Оставить Если вы Хотите Юбку Примерить В случае Если будет Усковато То вы Можете Всегда Добавить Сбоку Поэтому Я оставлю Вот так 2 Сантиметра Ну До линии Бедер Только Вот так 2 Теперь Здесь По линии Низа Видите Написано 3 Мы должны На 3 Сантиметра Расшить Вот так Вот ее Расклешить Как бы На 3 И У нас Линия Бедер Вот такая Вот У нас Линия Бокового Шва Проходит Вот так Теперь Новая Линия Да Бокового Шва И мы Уже От этой Линии Должны 2 Сантиметра Вот И Соединим И Смотрите Вот Здесь Когда вы Расклешаете Всегда Немножко Вот этот Шов Нужно Вот так Вот Наверх Поднять Это Делается Или По Вот так Вот уже По привычке Как бы Или Вы должны Вот здесь Измерить Вот у меня Тут Например 24 Там С половиной И здесь Тоже Измерить Чтобы здесь Тоже Было 24 С половиной Чем Больше У вас Расклешение Тем У вас Эта Линия Будет Подниматься Выше Вы Всегда Должны Уравнять Эту Линию И Вот Эту Линию Расклешение Все Теперь Мы берем С вами Нашу Выкройку Которая Относится К спинке И вот Здесь У нас Кромки Есть Кромки Я всегда Вырезаю Вот Вырезаю Чтоб они Мне не мешали Чтоб они Не стягивали Ткань И Они Они Выглядят Эту Выкройку Так Чтобы Здесь Один Сантиметр На шов У меня Образовался Вы можете И полтора Оставить Но Когда будете Уже Сострачивать Тоже На полтора Я Обычно Вот так На сантиметр И Сверху Тоже Нужно Оставить Один Сантиметр Мы будем Кокетку Пришивать Вот Тоже Сантиметр Естественно Где Два Слоя Ткани От Этого Участка Вот Так Вот Раз Придавили И Здесь Придавили Вот Теперь Здесь У нас Вот Линия Бедер Мы Должны До Линии Бедер По Боковому Шву Вот Здесь Два Сантиметра На шов Добавить Таким Образом Вот А уже Здесь Нужно Опять Таки Расклешить Здесь Вот Видите Троечка Стоит Значит Мы Должны Три Сантиметра Сначала Вот Так Вот Здесь Отмерить Сейчас Я Вот Так Раз И Три Сантиметра Да Это Новая Линия Бокового Шва Расклешенная Расклешенная А Затем От нее Опять Два Это На шов И Тоже Соедини Вот И Как я Уже Вам Говорил Нужно Измерить Здесь Измерить Здесь И Вот Эти Линии Вот Так Ура Внять Все Теперь У нас Осталась Только Вот Эта Деталь Наши Кокетки Которую Мы Потом Приложим И Выкроем Так Чтобы Вот По Середине Нашей Задней Вот Здесь Вот По Середине Задней Половинки Ёбки Будет Сгиб Поэтому Мы Потом Ее Сюда Вот Приложим И Выкроем Вот Ну Здесь Она У нас Поместилась Если Как я Вам Объяснял Ткань Складывали Тут Миллиметр Всего Там Я Не думаю Что Кто-то Будет Этим Заниматься И Еще Последнее Наше Действие Мы Здесь Должны Тоже По Линии Низа Добавить 2 Сантиметра На То Чтобы Потом Подвернуть Нашу Юбку Вот Вы Можете Здесь Сделать Декоративный Шов Тогда Нужно 1 Сантиметр Или Уже Вот Насколько У вас Тут Тоже Немножко Так Поднимаем Насколько У вас Этот Декоративный Шов Будет Подворачиваться А я Решил Просто Подвернуть И Потайными Стежочками Подшить Без Прострачивания Уже Вот Этой Желтой Контрастной Ниткой Джинсовой Ну вы Увидите Когда я Буду Делать Ну вот Так Вот Тут Тоже Два И тут Немножко Поднимается Это Боковой Шов Вот Вы Можете Здесь Все Эти Линии Начертить Вот Я Обычно Их Не Черчу И Не Помню Чтобы Я Их Чертил Когда Я Был Начинающим Портным Я Как-то Вот Так Вот Всегда Только Эти Линии Черчу Все Беру Ножницы Режу Вот Режу 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 Затем Здесь По Линии Нашей Вот Этой Нижней Режу Когда Режете Ножницы Должны Скользить По Столу И Здесь Тоже Сантиметр Да На шов Вот Вот Здесь По Линии Бедер Вот Так Натечку Можно Сделать Для Совмещения Деталей Вот Здесь Такая Же История Вот Тоже Вот Так Вот Так И Здесь Тоже Ну Здесь Я Забыл Начертить Но Я Вот Так Ровненько Тут же Обязательно Здесь Нужно Поставить Натечку Что Это Складочка Здесь Что Это Центр Складочки Потом Это Все Помогает В работе Вот Здесь Я Должен Вырезать С таким Учетом Что По Один Сантиметр У меня От Края Бумаги Оставался Здесь Тоже Обязательно Натечку Здесь Обязательно И Вот По Линии Бедер Тоже Я Вот Так Со Спинкой Буду Все Вот У меня Получилась Передняя Вот такая Вот Как бы Деталь Кроя И Задняя Деталь Кроя Теперь Только Осталось Кокеточку А потом Уже Обтачки Мы Мы Вами Вы Кроем Беру Нашу Ткань Ну Здесь Можно И Как бы Смело Кроить Вот так Вот Не складывать Как я вам Объяснял Вначале Иногда Вот так Складывают Сейчас Я такую Высшую Математику Не буду Вам Преподавать Вот Прикладываем Сюда И Фиксируем Здесь Мы уже Будем Бу Лавочками Посмотрите Я серединой Вот этой Вот Задней Части Положил На сгиб На сгиб Ткани Вот Да Ну Короче Широкая Часть Моей Кокетки Она Лежит На сгибе А боковой Шов У меня Вот Здесь Все Здесь Тоже Два Сантиметра Вот Я уже Так Отмерю Не буду Чисто Вот И Аккуратненько Здесь Сантиметр Плавненько Вот так Здесь Тоже И Здесь Так Вот Плавненько О Здесь Обязательно Нужны Натечки Раз И Два Чтоб Знать Где Центр Ну Потом Убираем Нашу Выкройку Все Ну Понятно Что Это Кокетка Это Верх Это Низ Все Вот У меня Получилось Три Основные Детали Это Ткань У меня На Обтачке На Внутренний Пояс Все Я вас Поздравляю Мы С вами Выкроили Наши Детали Детали Продолжение следует...